Вот и утро. Приветствую! Наверное, многие заядлые охотники желали бы попробовать охоту не только у себя в регионе. Для меня это особое желание, так как без охоты не представляю свою жизнь и разнообразить ее это просто подарок. Сегодня я проснулся в охотничьем доме у своего подписчика Игоря Рябнина на Среднем Урале. Игорь любезно пригласил меня разделить с ним и его легавой по кличке Джокер охоту по боровой и полевой дичи. Познакомить с красотой Урала, показать классическую русскую охоту с легавой собакой по тетеревинам выводкам. Игорь Небор Так, ну что? Стоп! 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 Кать! Кать, вперёд! Вперёд, вперёд, вперёд! Давай-давай-давай, раскрытий жокер! Кать пошёл! Красиво! Не знаю, что! Ко мне! Куропатка! А, это куропатка? Это куропатка! Ко мне иди! Сюда иди ко мне! Почему без стойки сработал? Ко мне, ко мне! Ко мне! Ко мне! Джокер Ко мне! Подавать кто будет? Вот жопа! Ну где! Искать! Так. Тут перо, перо много наступано. Вот здесь дай! Здесь дай! Здесь дай, здесь жокеры, дай! Джокер, вот здесь дай! Сюда, сюда, сюда! Вот! Да 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 да! Здесь дай! Ищи! Здесь ищи! Вот это, где все будет? дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай я тебе говорю ты не кора по отече и быстро дай-дай ну дай быстро дай-дай ну в чем дело Ай, как красиво стоит. Ай, умница, стоять. Стоять. Вперед, вперед, вперед. Давай, давай, давай. Поднимай, поднимай, поднимай. Где, 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 где? Давай, давай, где? Вот она, поднятия у нас тут. Кто там? Вот он отсюда прямо. Ай, хорошо. Ай, умница. Почему так далеко собака стояла от него? Или он сместился? Это потяжка. И он сместился, конечно. Но это недалеко. Стоял здесь. Вот он. Это нормально. Метров два, три, четыре. Самый цитрамон. Бля, какой черный был, а? Шикардос. Видал стойку, как он стоял, да? Да. У меня один рассудчик был. Вот с ним. Он убежал. Корой маленький совсем еще был. Убежал. А я остановился. Пока звал его, пока что. Простоял минут, наверное, 15. Ну, 10 точно простоял. И собака ко мне возвращается. И прямо вот так вот из-под носа. Два тетеревенка в разные стороны. Представляешь? Все это время они сидели. Стоп. 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 Прошли мы. Очень много. Поля. Перелески. Авражки. Меньше были увлечены охотой. Как просто любовались этой красотой. Игорь меня искренне знакомил с Угалом. Мы много разговаривали о жизни, собаках, собаках, охотах. Истории и старине. Вечерний выход результата не дал. Только что был подъем выводка вальшнепа. Птица местная. Игорь местную птицу не бьет. Рано еще для вальшнепа. Пробормотал охотник. Наступило утро, и мы вышли в поле. Игорь, а расскажи, а зачем ты собаку так пускаешь, так жестко прям? Ну, вот прям, как будто ты кусок... Стоп. Кусок мяса бросаешь. Хорошо, жди. Зачем так делать? У собаки должно быть четкое понимание, что есть отрезок времени, который называется работа. И чтобы собаку, собаке это четко дать понять, чтобы взорвать ее, чтобы она стрельнула, как пружина, нужно дать эмоциональный всплеск для его и нервной системы. И поэтому я как бы его сначала усаживаю ноги рядом. чувства у него охолоняются, и резким броском руки за ошейник я ему даю взрыв, что вот он, а он ждет же, он же в нетерпении, он же думает, когда же начнется поиск. Я его взрываю этим самым, и он начинает уже, значит, работать. Интересно. Ну, просто мне интересно стало, как-то, я думал, у тебя фишка такая. Нет, это придумали до меня. До меня, да. Используют господа трайльщики, товарищи трайльщики, трайлеристы, или как еще их называют. Ну, ты обосну, кто это такие вообще? Это ребята, которые выступают по европейской системе филт-трайла, полевые испытания рабочих собак, легавых островных, континентальных, спаньелей английских. Система филт-трайла, федерация филт-трайла в России существует. Определенные правила, отличающиеся от системы РОРС, от правил испытаний легавых 1981 года. Там кардинально вообще такая, очень жесткая система отбора собак. Очень такая скрупулезная вся кинология охотничьих собак, рабочих. Там несколько видов есть. Большой поиск, охотничья практика, парные пуски, когда проводят, допустим, по фазану эти испытания, состязания, две собаки одновременно между собой соревнуются. Состязания эти со стрелом. Одновременно два стрелка, комиссия, сзади моря, желающих посмотреть, снимают и так далее. Истинная конкуренция, истинное, как бы, проявляется, истинное предназначение охотничьей собаки вот именно на таких, на таком формате испытаний. Если вам интересна охота с легавой собакой, классическая охота с собакой, потому что, ну, Игорь немножечко так начитан в этом плане, то есть, переходите на его канал Рыжий Уз и смотрите видео, задавайте ему вопросы, просите снимать видео на тем, потому что он еще начинающий блогер, немножечко путается в темах, что лучше ему снять. Но я не буду ему просто говорить, что он там все знает о легавых, потому что это неправда. Он начинающий легошатник, но немного начитанный, поэтому ему есть что показать за эти два дня. Я у него кое-что уже почерпнул. Уже ветер будоражит собаку, уже он чувствует запах и уже все. Уже на эмоциях, да? Уже нужно начинать. Поэтому не будем долго разговаривать, идем на охоту. Ребят, подпишитесь на канал, кому не сложно. Я прям даже прошу, потому что я к этому человеку проникся за эти два дня, мы прям вот душа в душу наговориться не можем. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Все, пошли на охоту. Ко мне! Молодец, молодец. Вот можно ловить хорошую струю воздуха, когда посильнее начнется, и пока... Лет, ну как? Я? Нет, я. Дойди к камеру. Он стоит. Стоять! Стоять! Куропатка! Стоять! Стоять! Красиво! Дай! Вперед дай! Давай, давай, давай! В тетер, в тетер! Дай! Дай! Дай скорей! Ну, что бросил? Дай! Дай скорей! Дай! Алло! Вперед, дай! Дай скорей, сейчас же дай! Ну, дай скорей! Дай! Дай! Ульгавая молодая, в первых год, полтора года собачки. Дай! Дай! Вперед! Дай скорей! Дай! Дай! Ну, дай скорей! Дай! Давай, мы поуговариваем! Дай! Дай, молодец! Хорошо, дай! 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 Алло! Джокер! 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 На меня смотрим! Дай! Хорошо, хорошо! Молодец! Молодец, умница! Дай! Отлично! Сполим! Сполим, сполим! Вообще, просто красивый выступ! Три минуты! От машины вот только отошли! Собака уже была на эмоциях! Просто супер! Я просто за тебя в восторге! Вот именно вот я сейчас... Я переживаю со стороны эти чувства, как будто это моя собака, как будто я стою вместо тебя! Это круто! Сейчас собачку вернем! Джокер, ко мне! А то он это... У него работа не кончилась! Скорее рядом! Стоп! Стоп! Молодец! Для чего ты сейчас вернул собаку? Как вся... Как любая работа собачья, человечья и так далее, она должна заканчиваться! И чтобы собаке дать понять, что работа закончилась, стоп! Стоп! Вот он сейчас перевозбужден! Ему нужно остыть! Стоп! Я сказал! Возможно, выводок там дальше сидит! Стоп! Ему дать нужно охолониться! И тогда он будет отличать свободный выгул именно от времени, когда он работает! Понял! это взрыва пружины, когда я послал его в поиск, когда птицу добыли, ты обязательно его охолонивай! Обязательно он должен сидеть, отдыхать, и у него стыкуется это время! Понял! У него от взрыва до этой штуки, мы работаем! Все! Сейчас он снова в нетерпении! Я уверен, что дальше будет выводок! Так как у нас уже охота состоялась, мы с тобой не мясники, в принципе, красивый выстрел, красивый кадр! Да! Абсолютно! Я тебе задам еще вопрос, ответь на него, пожалуйста! Для чего вот эта вот баранчалка, колокольчик, зачем она? Расскажи о ней, да, и не мешает ли она собаке! Это называется ботола, это классика! Так охотились Тургенев, Некрасов, все наши... Стоп! 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 Я-то понимаю, для чего? Для того, чтобы ты понимал, ботола замолчала, ты понимаешь, что собака в стойке! Все правильно, да! Это некий такой сигнализатор, в классическом его понимании! Сейчас используют электронный бипер, но я привержен с классики, поэтому я использую ботола! Когда собака находится в движении, он брянькает! В высоком бурении ты же собаку не видишь, и ты ориентируешься только на звук этого ботола! И когда звук ботола затихает, можно определить, что собака находится в стойке, подстоит по птице! Это не мешает собаке? Собаке это не мешает абсолютно никак! Но к этому все равно со щенка нужно приучать собаку! Да, то есть, если я сейчас на двух годовалую собаку одену, это будет как-то его смущать, да? Для него некоторое время это будет небольшой такой стресс, непонятка! Но как только он почувствует вот это, запах живой птицы, горячий запах, для него это будет никакого значения иметь! На птицу это также никакого не оказывает влияния негативного! Наоборот, птица даже может залечь еще сильнее! И держать стойку лучше! Слушай, еще такой момент, если я сейчас увидел твою собаку, я вижу уже сегодня третий день, и я сделаю ему заключение, что они как люди, они под настроение! То есть, сегодня у собаки настроение отличное! Заметил? Абсолютно! Вчера у нее не было настроения охотиться! Абсолютно, да! То есть, сегодня он, смотри, он живой! Я проще себя человеку говорил, у тебя собака это пассивно, она не издает никаких звуков, он работает тихо, молча такой, знаешь, а сегодня, смотри, какие эмоции! он подскуливает, вот такой вот прям, вот сегодня у него хорошее настроение, видать! Да, у него сейчас играют крови, я говорю, мы сейчас стоим на этом месте, где мы сейчас взяли эту курицу, и я уверен, что сейчас вот, откуда дует ветер, там еще есть птица, и просто он это уже чувствует, он уже знает, он рвется, вот он уже, все! Стоп! Молодец! Молодец! Пока! Все, пошел он уже! Но он сейчас идет, где ты птицу бил, а потом пойдет на выводок, скорее всего. Слушай, давай пока идем, я тебе вопрос задам, а охотиться на выводках, это можно вообще на маленькую птицу, она же сейчас молодая еще. Вообще, охота на выводках, по выводкам, деревьям, это старинная, охотничья забава, классическая охота. А разве охота может быть забавой? Забавой в том понимании, что это, раньше в старину, да, в старину, передовой крестьянин не мог позволить себе охоту. Для него, если это и была охота, это были трудодни. И только барин, только барин, выходя на охоту, выезжая там, на тройке лошадей, да, это у него считалось забавой. Ну и так и закрепилось это понятие, забава. Да, то есть оно не в прямом смысле, да? Конечно, не в прямом смысле, нет. Не ради пострелять, не ради того, чтобы съесть там... Ну они это все ели, извини, они питались дичью. Конечно, да. Но забава это в том плане, что ты свою душу забавляешь общением с природой, скажем так. Вот, раскрыл. Вот. По выводкам охотиться, в гастрономическом плане, выводки кетельвины, их мясо нежное. Потому что старый косач, это есть старый косач, это как старый козел, который уже мускулистый, жилистый. Угу. Птица будет становиться более умнее, давать тебе меньше шансов для стрельбы, тем самым повышая уровень удовольствия от этой охоты, когда ты будешь на равных с птицей. Она у себя дома, она у себя дома, у нее все шансы на выживание. Она может стоиться, может улететь, может убежать, обмануть тебя, ты перед ней просто школьник. Она у тебя дома, на своей территории, а ты здесь гость, общаешься с ней, пытаешься обмануть ее. Это противостояние. Охота это не добыча мяса, это удовольствие для души, противостояние с природой в каком-то понимании и душевная свобода в отдыхе. Да, а слегавый так это вообще? А слегавый так это просто вообще обалденный эстетик. Культурный пласт исторического наследия России. Да. Пока мы ходили, они уже сбрели. Могли, да. Он встал. Он встал. Кстати, левышатник говорит не встал, а стал. Встал. Да, стал. Нет, пальцы боли, бунькой. Ладно, уходят? Да, можно. Выводок не пойдет. Мать, если только их поведет, встал. Хорошо, стоять. Встала собака резко. Хорошо, стоять. 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 Вперед, вперед, вперед. Хорошо, выводок. Еще раз. Есть. Вон, один полетел. Дай. Давай, давай, Хорошо, отлично. Спасибо, дай. Два тетерева. Было. Да. Дай, сейчас же. Дай. Дай, Дай. Сейчас мы будем его долго заставлять. Но нужно заставить, да? Да, нужно его заставить. Джокер, ко мне иди. Ко мне иди. Дай. Дай скорее. Лучше дай, Джокер, он же не отстанет. Это же рыжий ус. Он знает, что я от него требую, но небо щекотит перо в перьях, поэтому он пастует. Дай сейчас же. Хорошо, дай. Видите, прихватывает, бросаем, прихватывает, бросаем. Джокер, дай. Джокер, дай. Дай. Ну, быстро дай. Джокер, дай. Дай. Да, дай, молодец. Хорошо, дай. Хорошо, дай. Хорошо, дай. Дай, дай скорее, дай, дай, дай ко мне. Давай. Нет, дай, дай, ты с птицей иди ко мне. Джокер, Джокер, дай птица, птица горячая, это самая неприятная вещь для собаки. В пасти. Джокер, дай. Джокер, дай. Джокер, дай. Если не даст, что ты делаешь в этих случаях? Я буду сейчас, во-первых, дожимать до последнего, насколько у меня терпения хватит. А если... Есть способ. Я птицу возьму, его усажу и ставлю ему в пасть. И он ее должен будет подержать несколько минут. Понял. Вот такая ерунда. Джокер, дай. Дай. Дай скорее. Хорошо дай. Ну дай скорее. Ну дай скорее, скорее дай. Дай, 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 дай! Оп! Стоп, гад! Стоп, я сказал! Это петух... Черный. Джокер! Держать! 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 Идёт среди твою мать! Стоп, стоп, стоп! Стоп, пока не заберу испать. Сколько он должен держать? Несколько минут. Или пока ты не скажешь отдай, да? Или пока я не скажу отдай. Джокер, держай. Хорошо держать. 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 Ну что, рыжий ус, спасибо тебе большое за шикарную охоту. Братуха. За классные выходные. За классную компанию. Спасибо Джокеру. Классная получилась охота с легавой собакой. Это было славное времяпрепровождение. Я надеюсь, я уверен, что это повторится снова, снова и снова в нашей жизни. В нашей охотничьей жизни. Надеюсь, судьба мне подарит еще прекрасную охоту. Вот главный герой нашего действа, нашего театрального. Расскажи немного о собаке. Сколько лет, породов, что вообще как? Курцхар совсем молодой. Ему год 7 месяцев. По-хорошему, это поле у него первое. С щенком 7-месячным я его брал на охоту. Мы немножко пытались работать по перепилу. Но основная работа, основная натаска произошла именно вот в это поле. Поэтому можно считать его первым. Кровей он. Брал щенка я в Перми, ездил туда за щенком. Кобель, конечно, не самый выдающийся был из полета, один из самых мелких. Но по рабочим качествам, тут вообще претензий никаких. Я был уверен. Но вы увидели. Они видели все. Они все видели. И я был 100% уверен в заводчике. Там это эксперт. Вадим Николаевич Трусов, если вы смотрите, вам огромное спасибо за собаку. Огромное благодарность за то, что вы явили свету таких прекрасных собак от души. Я очень доволен своей собакой. То ли еще будет это первое поле. Я рад безграничного. Ну а мне вдвойне приятнее то, что я разделил это первое поле вместе с Игорем. Еще раз говорю спасибо, Игорь, тебе за охоту. Спасибо большое за гостеприимство. Ты классный чувак. Спасибо. Ну а это видео, ребят, подошло к своему концу. Вам спасибо за внимание. Я еще раз говорю спасибо рыжему усу. За такую шикарную охоту, за такие выходные. Я не просто провялился в газели. Я провел прекрасно время. Еще раз прошу подписаться на рыжего уса. Прекрасное видео. Если вам интересна классическая охота с легавой собакой, милости просим к нему на канал. Всем удачи и пока.